Привет. Сегодня мы наконец-то разберем сайт. Я не делал этого уже год, и вообще, на самом деле, этот видеоблог начинался примерно с этого. Я разбирал сайты. Но вот что-то пошло не так, я начал записывать всякие обучающие видео, всякие там лайвы и так далее, и вот наконец-то возвращаюсь к основе жанра. Сегодня мы пытаемся посмотреть, как устроен сайт Яндекс.Телемост. Это новый сервис, который в ППХ, как я слышал, но неважно, запустили ребята, ребята, чтобы вот современные тренды по самоизоляции и работе из дома и всего остального, немножечко на них проехать, и, в общем, отличное решение. Это не просто очередной сайт, очередной сервис. Я нашел там что-то, о чем можно поговорить. Примерно так это и работает в этой рубрике. Кстати, если вы хотите, чтобы я разобрал ваш сайт в этой рубрике, присылайте его. Ну, то есть, я не буду разбирать каждый сайт, я, наверное, буду смотреть на что-то интересное, прежде всего, где есть о чем поговорить. Но если у вас есть какое-нибудь специальное предложение для меня, это тоже может быть вариант. Что же там такого на этом сайте я нашел? Ну, во-первых, это даже не сайт, это веб-приложение. То есть, интерфейс немножко другой, чем на типичном информационном сайте. То есть, там есть какая-то главная область, сюда выводится видеоизображение, там есть кнопки, настройки и всякое такое. Поэтому, да, к нему относиться как к веб-сайту, наверное, не стоит. Он сделан на реакте, там есть всякие вот приметы сингл-пейджа, поэтому я к нему относился соответственно. И в этом интерфейсе мне больше всего было интересно узнать, насколько им удобно пользоваться с клавиатуры, насколько им удобно и доступно вообще можно пользоваться. Поэтому я посмотрел на него, немножечко зацепился за иконки. В общем, примерно в таком стиле мы сегодня с вами и пойдем. Доступность, немножко графики и в целом удобство интерфейса. Ну, сначала я этот сайт попытался открыть в Firefox. Мне ребята сказали, Телемост не работает в вашем браузере. Их сказали, установите Яндекс.Диск или Яндекс.Браузер или Google Chrome. На Google Chrome очень удобная ссылка. Ну, понятно, конкуренты. А вот насчет Яндекс.Диска очень странно, конечно. Тут стоило бы объяснить. А еще, наверное, стоило бы сказать, что мы работаем над тем, чтобы этот сервис заработал и в других браузерах. Ну, если, конечно, работаете. Я очень надеюсь, что все-таки работаете. Ладно, откроем его в Хроме. Открыли. Чтобы там что-то делать, нужно туда войти. Давайте попробуем войти. Ага, смотрите. Он меня перекинул на другую страницу. То есть, по сути, вход — это когда я перехожу на сайт Passport Яндекс.Ру, там авторизуюсь. И, видите, RedPath, он меня возвращает обратно. Давайте сходим обратно и посмотрим. Это у нас кнопочка, на которую мы нажимаем и переходим на другую страницу. Интересная кнопочка. Давайте посмотрим, что это. Ну, это у нас, конечно же, Button. То есть, здесь с JavaScript, по сути, происходит нажатие и пересылка на другую страницу. Это, конечно, ссылка, на мой взгляд, но вы можете со мной поспорить, ссылка это или кнопка. Мне кажется, что если мы переходим с одной страницы на другую, соответственно, это ссылка. Но это мои ощущения от семантики. Ладно, закроем и попробуем все-таки войти. Вводим пароль, входим. Все отлично. Перед нами еще одна кнопка. На этот раз я авторизовался. Видите, там справа аватарка есть. Здесь у нас «Создать видео встречу». Это тоже кнопка. Я не могу попасть на нее с клавиатуры, хотя очень пытаюсь. Смотрите. Она в фокус не попадает. В принципе, на этой странице никуда в фокус не попасть. Я сейчас нажимаю на клавиатуру, и мой фокус двигается исключительно по интерфейсу браузера. То есть, ни одного интерактивного элемента здесь нет. Хотя я могу нажать сюда и попасть в меню. О, видите, если меню открылось, то я могу попасть на кнопку «Выход». Это, видимо, кнопка. Но в само меню я попасть не могу. Поэтому, да, интерактивность здесь довольно-таки бессмысленная. Внизу тоже есть кнопочки, но они задизаблены. И почему на них попасть я не могу с клавиатуры? Ну, логично. Они задизаблены. Но вот эту штуку я не могу создать в видео встречу, если у меня нет мышки, которой я нажму на эту видео встречу. Ну, ладно. Давайте ее создадим. Нажимаем. О, привет. Ладно, чтобы вас тут не отвлекать вторым моим лицом, давайте мы камеру выключим. Во, и вместо этого показался чудесный котик. Молодцы какие. Что у нас здесь есть с интерфейсом? У нас здесь еще кнопка. Кнопка, 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 кнопка. Еще кнопка настройки. В общем, мы на все это посмотрим. Но для начала давайте попробуем повзаимодействовать с этим интерфейсом с клавиатурой еще раз. О, смотрите. Я нажимаю Tab и попадаю на каждую из кнопок. Отлично. Предположим, я хочу сейчас выключить микрофон. Я иду с первой кнопки. Раз, два. Нажимаю пробел. Кнопка нажалась, но ничего не произошло. Пробел, пробел. Не работает. Нажимаю Enter. Сработало. Нажимаю Enter еще раз. Тоже сработало. Отчего это я пробел нажимаю? Ясно же, что чтобы интерактивный элемент активировать, нужно нажать Enter. Ну, судя по всему, да? Почти. На самом деле есть разные интерактивные элементы, и два основных — это кнопка и ссылка. Так вот, чтобы перейти по ссылке, нужно нажать Enter. А чтобы нажать кнопку, нужно нажать пробел. А еще для кнопки работает Enter тоже. Здесь накрутили что-то не то. То есть эта кнопка, что-то с ней происходит, она вжимается из-за пробела, но обработчик событий не уходит, видимо. Или, в общем, я не стал разбираться слишком глубоко. Это, наверное, уже дела разработчиков этого сервиса. Я надеюсь, они это видео посмотрели, кстати. Давайте посмотрим, как эти кнопки в принципе устроены. Инспектируем и смотрим. Да, это кнопка. Button type button. Господи, спасибо. Спасибо, Яндекс, за то, что вы делаете кнопки кнопками. Это так редко. Что там еще? Ну, в общем, там всякие атрибуты, классы, очень много всего навешано. React, все дела. Ну, понятно, это другая история. Тут есть еще интересный атрибут autocomplete off. И, по идее, он здесь не имеет никакого смысла. Ну, если быть точным, смысл он какой-то здесь может иметь. Дело в том, что если пойти в MDN и посмотреть, какие атрибуты есть у кнопки, там есть отдельный параграф. Мол, у кнопок, если добавить атрибут autocomplete, то в Firefox там что-то как-то, кажется, он не будет запоминать это состояние или еще что-то такое. В общем, этот атрибут нужен только для Firefox. И что он может делать в хроме, я вообще без понятия. Поэтому, во-первых, мне жутко интересно, если вы вдруг знаете, зачем атрибут autocomplete на кнопке, расскажите мне. Но пока кажется, это какой-то фикс для какой-то проблемы Firefox. Но я-то в хроме. Так подождите, в Firefox я не могу попасть на этот сайт. Они мне говорят, у вас не тот браузер. Но атрибуты там нужны только для Firefox, согласно MDN. В общем, я окончательно запутался. Расскажите мне, зачем атрибут autocomplete на кнопке. Я вообще не понимаю. Ну ладно, ладно, с атрибутом разобрались. Понятно, что там внутри. Внутри before, after, ну всякие красоты. И вот наконец-то у нас внутри иконка. Да, мы добрались до иконок. Ну иконка у нас вполне себе нормальная, заинлайнена. У нее сплошная шейпа, то есть не по кусочкам она разделена. Это тоже хорошо. Заливка у нее от текущего цвета. Соответственно, из CSS она следует это. Удобно сдавать. И, в общем, классическое использование инлайнового SVG. Но если присмотреться на атрибут d, там что-то не очень хорошее. Смотрите, если присмотреться, то точка раз, два, три, четыре, пять. Вообще это должно быть плохим знаком. Когда после знака пять знаков. Что я несу? В общем, ну вы поняли. Это значит, что эта иконка не оптимизирована. Точнее, оптимизирована, но точность ее слишком высокая. Давайте мы сейчас отвлечемся и пооптимизируем иконки, а потом вернемся в наш интерфейс. Я достал из сайта Яндекс.Телемоста 16 иконок. Я походил по интерфейсу, скопировал их и вставил сюда. Для некоторых иконок мне пришлось перекрасить белый в черный, ну просто чтобы их было видно здесь. Но разницы принципиально нет. В общем, это большой логотип целиком в векторе. Это все его отдельные части. Вот это вот самая смешная иконка. Кажется, ее рисовали руками. Ну потому что она прям вот ее синтаксис внутри такой, что вот прям кажется, это была ручная работа. А большинство из них, скорее всего, были нарисованы в векторном редакторе. И это все абсолютно нормально. Так вот, если взвесить все эти иконки, они вместе занимают 24 килобайта. Что, в принципе, для иконок не очень много, но если мы подумаем, где они находятся, тут, конечно, возникает вопрос. А где они находятся? Они находятся в инлайне. То есть они вставлены прямо в HTML-документ. Ну то есть, скорее всего, эта штука приезжает вместе каким-нибудь с JS-бандлом, соответственно, раздувает и его JS-бандл. Я не знаю, в каком виде это хранится, но вряд ли вот прям HTML приезжает. То есть получается, что 24 килобайта графики зашито либо в JS, а потом уже в HTML, и в целом 24 килобайта вроде бы немного. Но если из-за этих 24 килобайт вырастает JS-бандл, то есть когда он загружается, когда он обрабатывается, загружается в память, потом парсится, запускается и так далее, и создает HTML и так далее, и так далее, и так далее, то это, кажется, не очень хорошая идея забивать на размер этих иконок. Поэтому совершенно точно стоит эту графику оптимизировать. Я вам уже показал, что после точки есть 5 символов, и это такой запашок, что что-то пошло не так. То есть нам графику можно и нужно оптимизировать. Давайте кинем какую-нибудь иконочку в SVGO. Это, собственно, приложение SVGO, которое я поставил тоже из Хрома, оно работает как отдельное приложение. Но вообще это сайт, поэтому можете пользоваться этим как сайт. Берем нашего котика, например, и кидаем сюда. И сразу нам говорит, что из 980 байтов можно сделать 770. Это гзипованная, кстати, разница. Можно убрать галочку «гзипованная», и более понятно будет, что 1,8 килобайта и 1,36. То есть примерно 500 байт можно сэкономить. Но почему-то самой иконки не видно. Это потому, что я поставил одну настройку, которая здесь скрывает результат. Это почему. Давайте поищем. Настройка «Remove XMLNS», по-моему, она называется. Да, нашли. Я ее снимаю, котик появляется. Я ее ставлю, котик исчезает. Что здесь чертовщина? Дело в том, что SVG — это XML-файлы. И для того, чтобы XML-файл отобразился, у него должен быть ставить определенный namespace, скажем так. Ну, в общем, у тега SVG внутри SVG-файла должен быть атрибут XMLNS. Точка. Точнее, читайте и разбирайтесь сами. А когда мы вставляем его инлайново в HTML, этого атрибута может не быть, потому что SVG, вставленный инлайново в HTML-страницу, не является уже XML-ем. Нам можно этот атрибут убрать. Но если вы будете смотреть на этот файл, допустим, где-нибудь там в Finder'е или где-нибудь в вашем другом просмотрщике, это не будет нормальным ресурсом, который можно показать. Это не будет нормальным векторным файлом. Поэтому при оптимизации атрибут XMLNS, вот эту вот строку, ее, ну, при автоматической оптимизации, скорее всего, его можно убирать. Поэтому я сейчас его убираю, и нам из-за этого иконки не видно. Но при вставке в HTML их будет видно, потому что HTML в этом смысле все равно. Пока убираю этот атрибут, чтобы посмотреть на что такое точность координатную, которую мы пытаемся оптимизировать. Смотрите. У нас сейчас у этого котика точность очень высокая. И давайте мы попробуем точность убрать с 3 до 2. До 1. До 0. Вот. Тут уже котик немножко поехал. Смотрите. Раз. То есть между 2 и 3, в принципе, разницы особой уже не видно. Видите? И это при максимальном увеличении. Если мы сделаем котика, ну, вот примерно такого, то между 2 и 3 разницы точно нет. А разница есть в процентах. В итоге правило такое. Если у нас большая графика, точность, ну, можно довести до трех знаков после точки или запятой. Ну, в этом случае точка, потому что это американская аннотация, а в России пишут запятую в дробях. Другая тема. Но вообще для графика, которая иконка 16 на 16, малюсенькая, там, конечно же, два символа после точки, ну, более чем достаточно. Поэтому смотрите на это тоже. Это снижает вес ваших иконок. Ну, в общем, я оптимизировал все эти иконки примерно с такими же настройками, которые я вам здесь показал. И получилось. Давайте еще раз вспомним. Вместе они весят 24 килобайта, а после оптимизации, во-первых, их не видно, потому что это уже не настоящий SVG, это SVG для инлайна. Так вот, все вместе они весят 14 килобайт. То есть 10 килобайт в этих иконках находятся только потому, что кто-то их не оптимизировал. Оптимизировать их довольно легко, какая бы у вас система сборки не была. Галп, вебпак или что-нибудь еще. Для всего этого есть сокрузчики, плагины, которые позволяют прогонять через SVG ваши иконки. Ладно, с иконками все понятно. Давайте вернемся в интерфейс и еще раз походим по всяким интерактивным элементам и пощупаем, как они работают. А еще послушаем интерфейс. Возвращаемся. И давайте посмотрим еще на какую-нибудь кнопочку. Ну вот, например, на кнопочку настроек. Проинспектируем. И что у нас здесь есть? У нас здесь есть, собственно, та же самая кнопка. Примерно они все одинаково устроены во всем интерфейсе телемоста. То есть button, внутри много тегов. Они все там что-то стилизуют. В общем-то, все в порядке в целом. А внутри SVG иконка. С SVG иконками мы разобрались. А сейчас попытаемся понять, что у нас с кнопками. Так или не так. Ну, во-первых, у кнопки нет никакой подписи. То есть, то, что это кнопка, могу понять только я, нажав на нее мышкой. Если я пытаюсь слушать этот интерфейс, она недоступна. Как я это понимаю? Ну, во-первых, здесь нет никакого текста, который с ней ассоциирован. Давайте убедимся в этом точно. Есть отдельная вкладка accessibility в инспекторе. И здесь внизу можно посмотреть, что это кнопка, но никакого тайтла, контентла, лейбла и вообще никакого описания или вот имени здесь нет. То есть, это просто кнопка. Давайте, наверное, вы не будете верить мне на слово. Давайте мы вместе послушаем, как интерфейс звучит, когда им пользуется скринридером. То есть, фокус уже есть, но как он будет звучать? Давайте посмотрим. Загрузился VoiceOver. Давайте походим по интерфейсу. То есть, все они просто кнопки. Попадая сюда и не видя иконки, которая тут изображена, вы не можете понять, что произойдет, когда вы нажмете на эту кнопку. Добавите вы одного еще человека сюда, расшарите свой экран, замьютите, выключите камеру или завершите звонок. Вы можете сделать это только если вы видите этот интерфейс. Это, конечно, очень печально. Ну, так а нам дизайнер нарисовал такую кнопку? То есть, он взял кругляшок, на котором нарисован, не знаю, микрофон, и никакого текста на нем нет. Что же делать-то? А можно добавить специальный атрибут, например, на эту кнопку, в котором есть описание этой кнопки, например. А еще можно добавить контент туда, но атрибут обычно добавлять проще. Давайте так и сделаем и проверим, как она звучит. Идем сюда, инспектируем эту кнопочку, и сюда добавляем атрибут. Aria-label, завершить звонок. И давайте послушаем, как этот интерфейс звучит. Аналогично можно сделать с настройками, кнопкой закрытия окна, кнопкой другой, треть, четвертой, пятой. В общем, со всеми ситуациями, когда у нас есть интерактивный элемент, который что-то должен делать. Но у нас почему-то нет описания для него. Это довольно-таки просто, и если знаешь об этом, то уже никогда и не пропустишь что-то подобное. Давайте сходим в настройки и посмотрим, что там интересного. Закрываем. Идем в панель настроек. Ну, для начала проверим, как тут с клавиатурой. Можно закрыть окно, можно выйти из аккаунта, и снова можно пройтись по всему интерфейсу. Ну, вроде все хорошо, практически все элементы интерфейса доступны с клавиатуры. Ну, практически все. Но тут главная беда в том, что это модальное окно. Модальное окно значит, что пока вы находитесь в нем со всеми остальными элементами интерфейса, вы не можете взаимодействовать. И это, в принципе, показано на интерфейсе. То есть все затенено, кроме модального окна. Поэтому фокус должен быть ограничен так же, как ограничен курсор мыши. То есть вы не можете кликнуть ни на что за пределами этого окна. Скорее всего, если кликните, оно закроется. То же самое и с фокусом. Вы должны иметь возможность передвигаться фокусом только в пределах этого окна. То есть если там два интерактивных элемента, хотя их больше, то есть кнопка закрытия окна и выход, вы должны иметь возможность попасть только туда или туда. То есть вы нажимаете Tab, и фокус переходит в рамках этого окна. Ну и как это делается? Ну как, скриптами вы берете и внимательно следите за тем, чтобы фокус не мог попасть никуда, кроме как. Для этого есть атрибут inert, который сейчас не поддерживается ни в каких браузерах стабильно, по-моему. Есть polyfill, есть speca. В общем, я ссылки все дам. Но вот он здесь не использован, ни он, ни polyfill, ничего такого. Что еще в этом интерфейсе есть? Ну, есть вкладочки. То есть я могу попасть в разные разделы настроек. Но не с клавиатуры, как вы только что поняли. То есть эти элементы не интерактивные. А как же они сделаны? Давайте посмотрим. Посмотрим на вкладочку аккаунт. Это у нас окей, ссылка. То есть button — это у них классы, а вообще это ссылка почему-то. Вы можете сказать, ну, ссылка — это интерактивный элемент. А в чем проблема? Ребята для интерактивных элементов использовали интерактивный элемент. Но вы заметили, что я не могу попасть на нее с клавиатуры? Это почему? А потому что у ссылки нет атрибута href. Только атрибут href с каким-то адресом делает ее интерактивной. И вообще здесь, если подумать, можно, конечно, все починить добавив атрибут href, поставив туда пустую строку или решетку. Но зачем? Нажимая на эту вкладочку, да, это заголовок вкладки, по сути, мы переходим в другую часть интерфейса. Адрес не меняется, ничего не меняется. То есть поэтому это кнопка. И если бы ребята просто сделали button, type button, то я бы смог попасть туда с клавиатуры. И если у них там прикручен обработчик он клика, я бы смог попасть с клавиатуры в нужный раздел этих настроек. А сейчас не могу, потому что они использовали ссылку. Но зачем? Этого никто не знает, потому что во всех остальных местах кнопки, и только здесь ссылки зачем-то. В общем, кажется, интерфейс не тестировали с клавиатуры, хотя пытались изначально сделать его доступным. Ну ладно, а что у нас еще есть? У нас есть выпадашечки. Давайте посмотрим, как они сделаны. Тут у нас кнопка. Roll list box. А, ребята пытаются использовать Aria-Rolli. У нее Aria Expanded False. Давайте нажмем на нее. Во, Aria Expanded True. Класс. То есть у нас, по сути, доступный селект здесь сделан. Вау, это классно. Давайте посмотрим, как он работает. Включим скрин-ридер. Ну, так себе описание. Но давайте попробуем его открыть. Нажимаем пробел. Открывается. Давайте попробуем понажимать стрелочки, чтобы выбрать что-то. Хорошо. Стрелки работают. Давайте попробуем выбрать не Soundflower, а дефолтные какие-нибудь, не знаю, там, аудиоинтерфейсы внутри моего макбука. Вот, допустим, встроенный микрофон. Нажимаю пробел. Выбрал. И как я узнаю о том, что я его выбрал? Никак. Потому что это все еще Empty Collapsed List Box. Перехожу к следующему. Ничего не поменялось. Перехожу сюда. Ничего не поменялось. Select работает с клавиатуры, но то, как он срабатывает и какое значение в итоге я получаю, ни изначальное, ни измененное, мне никак не передается. Более того, здесь нет очень важной вещи. Дело в том, что чтобы кнопка была связана с тем, что из нее выпадает, вот этот комбо-бокс или лист-бокс или вот все эти вот интерфейсные паттерны, которые можно сделать доступными с помощью спецификации Ария, они здесь частично намечены, но нормально не доработаны. Дело в том, что чтобы кнопка контролировала меню, на кнопке должен быть атрибут Aria Controls, который содержит ID-шник списка, и таким образом они связаны. В этой ситуации список и кнопка вообще лежат в разных частях дома, то есть они даже не друг после друга. Слава богу, работают стрелочки для перемещения по этому списку, и этим интерфейсом могут пользоваться те, кто его видят с клавиатуры, но те, кто его не видят, не смогут его настроить, потому что состояние по умолчанию этого селекта и выбранный пункт этого селекта никак не подзвучиваются. То есть мультиселект или комбо-бокс, или как вы его называете, не доделан, к сожалению. В общем, что здесь сказать? Кто-то постарался, реально постарался. Я видел веб-приложения, запущенные Яндексом за последний год-полтора-два. Я внимательно слежу за всеми новыми сервисами, мне интересно, куда компания движется. И так, чтобы кто-то взял и сделал кнопку кнопкой, это абсолютный нонсенс. Здесь реально постарались. Здесь кнопки сделаны кнопками. Это огромный шаг вперед. Но кажется, кто-то не до конца понимает, как это должно работать. Или делали разные люди, или... Не знаю. Правда, хорошее начало. Focus visible, кнопки, аутлайны не отключены. Но у кнопок нет подписей. Некоторые элементы — это какие-то нелепые ссылки, то есть скорее спаны, то есть не интерактивные вообще. А еще не продумано, как этим интерфейсом пользоваться, не видя его. И вот при нынешнем, при нынешней основе это не так сложно докрутить. То есть мы с вами сейчас добавили атрибуты aria-label кнопкам. Еще нужно связать кнопку с выпадающими списками, сделать все ссылки, ссылки кнопками. И, в общем-то, уже можно сказать, у нас интерфейс доступен с клавиатурой, и для скринридеров это, мне кажется, слишком маленькие шаги, чтобы просто отбросить их, потому что торопились, потому что приоритет не тот. Ну и личная большая просьба от меня. Если у вас есть хотя бы хоть какой-нибудь план когда-либо сделать этот сайт доступным в других браузерах, в Safari, например, или в Firefox, а лучше во всех кроссбраузерно, в зависимости от технологий, которые они поддерживают, а не от юзер-агента. Пожалуйста, напишите об этом. Ваш браузер пока не поддерживается. Но мы работаем над этим. Это будет очень сильно греть сердце всем, кто хочет воспользоваться этим сервисом. Ну и помогите хотя бы тем, кто пользуется хромом, но пользуется клавиатурой или скринридером поверх браузера. Это все на сегодня. Напоминаю, что его первым увидят патроны, поэтому, если вы хотите увидеть следующее видео раньше, становитесь патронами. А еще напоминаю, что вы можете заказать подобный же разбор мне, если придумаете хорошие причины, почему я должен это сделать. В общем, разборы вернулись, будет что-то подобное и дальше. А на сегодня это все. Счастливо. Счастливо.